Дорогие наши маленькие, взрослые и старенькие друзья, перед нами книга «Познавай Библию». Она рассчитана на 365 дней. Каждый день вы будете узнавать необыкновенную историю, которую Бог через слуг своих записал на страницах Библии. Божьих вам благословений! Слова на стене После Навуходоносора царский трон занял Валтасар. Однажды он устроил большой пир. Напившись вина, он приказал принести золотые и серебряные чаши, которые царь Навуходоносор забрал из Иерусалимского храма. Валтасар, его жены и слуги стали пить из них вино. Но они продолжали веселиться и славить своих золотых и серебряных богов. Вдруг царь увидел кисть руки, которая что-то писала на стене. Валтасар испугался так сильно, что изменился в лице, и его колени задрожали. «Кто может объяснить мне, что написано на этой стене?» – в страхе закричал он. «Я очень щедро награжу того человека!» Но никто не мог объяснить ему написанное. Тогда царица, услышав об этом, вышла на пир и напомнила царю о Данииле, который служил еще у Навуходоносора и мог объяснить значение снов и видений. Валтасар призвал к себе Даниила, и тот прочитал написанное на стене. «Мене-мене, текел у парсин». Это значит, Бог положил конец твоему царству. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Твое царство разделено и отданно твоим врагам. В ту же ночь Валтасара убили, а медяне и персы разделили Вавилон между собой. Из каких сосудов Валтасар и его гости пили вино? Что случилось на этом перу? Что значили Божьи слова на стене? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok